Слава Тебе, Христе, проповеданному в народах! Слава Тебе, Христе, принятому верой в мире! Аллилуйя! Слава Тебе, Христе, принятому верой в мире! Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Слава Тебе, Христе! И евангельскими речениями да изгладятся наши прегрешения. Аминь. Сегодня мы прочитали о том, как Слово стало плотью и обитало с нами. Интересно, что буквально в оригинале этого Евангелия Слово разбило посреди нас шатер. Ну и современный читатель не совсем понимает этот образ, потому что мы живем в комфортабельных квартирах. Ну как так, вот пришел ты домой, и вдруг у тебя там палатку кто-то разбил в зале прямо. На самом деле, конечно, нет. Евангелист Иоанн, он возводит нашу память к времени путешествия Израиля в пустыне, когда все жили в палатках, и самая большая палатка Скиния собрания была посвящена Богу. В ней жил Бог. Вот Бог раскинул палатку посреди стана Израиля. И, конечно, вот тут совсем другая ассоциация у меня возникает. Я сразу вспоминаю 1990 год, свой первый приезд на Грушинский фестиваль, когда мы поставили палатки, и помню, утром мы проснулись на следующий день, и такой шепоток по лагерю пошел. Значит, Митяев, Митяев, Митяев поставил палатку там, и все пошли глазеть на Олега Митяева. Он поставил палатку среди нас, и тоже там живет, поет свои песни у костра, и все, конечно, задолбали его песни «Изгиб гитары желтой», ну и так далее. Ну, конечно, это такая сенсация, знаменитость поставила палатку среди нас. Вот мы все здесь в палатке, и вот и он тоже там, и тоже с костром что-то, какую-то кашу ест. Сенсация, сенсация, конечно же. Также и в Рождество вот этой сенсации, что слово стало плотью и обидало с нами, то есть поставило палатку посреди нас, и не просто слово, не просто Бог как знаменитость пришел к нам, а он стал нашим новым родственником, потому что он стал плотью, как и мы. И интродукция Евангелия от Иоанна, вот вступление, это такое знакомство, как, знаете, нас подводят к очень известному и знаменитому человеку, который оказался вдруг нам родственником. «Знакомьтесь, наш родственник Бог», так можно было бы озаглавить вот это начало Евангелия. Нам представляют нового родственника, с которым нам бы поближе познакомиться. Преподобный Иоанн Дамаскин разъясняет, слово сделалось плотью, будучи носимо в утробе девою, и сшел же из нее. Бог вместе с воспринятым естеством человеческим, так как и оно было обожествлено словом, одновременно с приведением его в бытие, так что одновременно совершилось три события. Восприятие, бытие, обожение человечеству словом. И таким образом святая Дева мыслица и называется Богородицей не только ради божеского естества слова, но и по причине обожествления человеческой природы. Бог явился, и праздник Богоявления, мы будем завтра с вами праздновать в ночь, и Бог представляется нам, и мы представлены нашему новому родственнику Богу. И вот четыре качества нашего родственника Бога открываются нам во вступлении к богословскому Евангелию. И он не зря называется богословом, потому что действительно большую богословскую нагрузку несут вот эти стихи. Во-первых, мы породнились с Творцом мира, Богом. Мы с вами знаем, что Бог является первопричиной или виновником бытия мира. То есть мир, как совокупность всего конечного бытия, существующего в пространстве и во времени, имеет причину своего бытия в Боге. Вчера смотрел я какой-то научпоповский мультик про большой взрыв. Так все очень наукообразно, сингулярность, там вот 130 миллиардов лет назад, Вселенная появилась. А потом я читаю комментарии. Ну, то есть как бы все понятно, говорят читатели. А как, откуда вот появилась эта сингулярность и так далее? Как вообще все вот возникло? И вообще, почему существует что-либо вместо того, чтобы ничему не существовать? И вот Писание говорит, все через него начало быть. И без него ничто не начало быть, что начало быть. Мир не возник сам собою, самопроизвольно или случайно. Мир сотворен Богом. И, конечно, вся Святая Троица участвовала в творении мира. Мы читаем, Бог сотворил небо и землю. Вот глагол сотворил, Бара, в единственном числе, а слово Бог во множественном, Иллахим, указывая на множественность лиц, участвующих в творении. И, конечно, Бог-Отец, значит, Творец мира. И апостол Павел пишет в Первом Коринфянам. Но у нас один Бог-Отец, из которого все. И Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море, и все, что в них, молятся христиане, Иерусалимская община. И мы читаем об этом в Деяниях 4.24. Сын Божий, тоже Творец мира. Все через него начало быть, читаем мы здесь. Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. И Дух Святой, Творец мира. Земля была безвидной, пустая тьма над бездну. И Дух Божий носился над водой. Вот этот глагол, носился, который у нас переведен, указывает на творческое, порождающее действие, а не на просто механическое перемещение в пространстве. То есть Дух Божий не просто бегал туда-сюда и причитал, что же происходит, что же такое. У нас возникает такая ассоциация с глаголом носился. А здесь носился в том смысле, как вот нечто обволакивающее и созидающее. Дух Божий создал меня, говорит Писание. Пошлешь дух твой созидающее, и ты обновляешь лице земли. Дух Святой является совершителем творения. И в этом смысле все три божественные ипостаси одинаково являются творцом. Хотя и участвуют в деле творения различным образом. Мы видим, что Бог Отец виновник или первопричина творения, Сын зиждитель или тот, кто творит все, и Дух, кто совершает все. Дух Святой назван совершителем в Священном Писании. И при этом, конечно, воля Триединого Бога едина, и Он восхотел создать мир. Хотя никакая необходимость не заставляла Его творить мир таким образом. И вот слово, как Бог Сын, было вначале у Бога, и Он дает жизнь человекам. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. И вот этот творец, он свет, а не тьма. Это благой, добрый творец. Свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Возникает у людей часто два вопроса. Почему Бог сотворил мир? И для чего Бог сотворил мир? Это на самом деле разные вопросы. Почему Бог сотворил мир? Часто люди, когда задают этот вопрос, не совсем понимают разницу между понятиями побуждения и причина. Обычно говорят о Боге как о причине творения мира. И Писание указывает нам на то, что доброта, способность быть светом, благость Божия, одно из свойств Божьих. И даже некий преизбыток этой благости, усматриваем мы в Священном Писании, от полноты его мы приняли благодать на благодать. Но слово причина нельзя здесь понимать в общепринятом смысле. Бог не нуждается в каком-либо объекте, на который ему требовалось бы излить свою любовь. Часто мы думаем, вот причина сотворения мира – любовь. И иногда может сложиться впечатление, что Бог был как бы неполон. То есть ему не на кого было излить любовь, и он искал, а то бы лопнул от преизбытка любви. И вот он сотворил мир, чтобы мир был объектом его любви. На самом деле нет. Поэтому Бог есть ведь и Святая Троица, что любовь свободно изливается от одного лица к другому. То есть лица Пресвятой Троицы являются объектами любви, совершенными объектами любви и совершенными даятелями любви. Бог не нуждался ни в чем. Поэтому творение – это свободный акт. Для божественного существа творение не обусловлено внутренней необходимостью. Бог потому творец, что просто пожелал им быть. Поэтому единственный ответ на вопрос, почему Бог сотворил мир – по благости и любви. Однако благость и любовь Божия – это не причина творения мира, а свободное побуждение, в соответствии с которым Бог творит этот мир. Но какова же была цель? Для чего Бог сотворил мир? И обычно тут христиане начинают делиться на два лагеря. И одни говорят – для нашего блаженства сотворил Бог мир. И действительно Писание говорит – даешь им – принимают. Отверзаешь руку твою – насыщаются благом. Или Бог дает нам все обильно для наслаждения. Или для жительства ты утвердил ее, говорится, о земле. То есть для людей, для тех, кто живет. А другой лагерь говорит – нет, Бог все сотворил исключительно для славы своей. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. И Писание говорит, что Бог есть Бог славы. Бог-Отец назван обладателем славы, Сын Божий – сиянием славы, Дух Святой – духом славы. Но на самом деле, когда вот эти две партии христиан начинают биться между собой, они забывают то, что эти две истины есть в Священном Писании. И они между собой взаимосвязаны. По бесконечной своей благости, по любви своей, Бог желает иметь благодатных причастников своей славы. Она даруется от Бога, приемлется нами и возвращается к Нему. И этот такой круговорот славы Божьей – в этом, собственно, и есть благо бытие нас, как творения Божьего. То есть, одно не исключает другого, а дополняет его. Мы породнились с Творцом мира Богом. И когда в Вифлеемских яслях появился младенец, это не просто еще один человек родился в мир. Это сам Творец мира пришел к нам, чтобы стать нам родственником. Второе качество Бога, открывающееся нам, как в новом нашем родственнике, мы породнились с лучшим просветителем Богом. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Мы понимаем, что полнота истины есть только у Бога. И этот Бог дает нам полноту познания истины. Она, вся эта полнота истины, хранится в Церкви Христовой. Писание говорит, Деяние 20.27. Апостолы возвестили Церкви всю волю Божию. Не только некую ее часть, но всю волю Божию. И если Бог просвещает всякого человека, приходящего в мир, то каким же образом оказывается, что столько непросвещенных людей? Сколько же зависит от Бога? Он просвещает всех. Но те, кто остаются непросвещенными, остаются непросвещенными по своей воле. Благодать света, Божьей истины, через Священное Писание, через Церковь Христову явлена всему миру. Подобно Солнцу, она излилась на всех. Но те, кто не хочет воспользоваться этой благодатью, сами виновны в том, что они непросвещены. Люди отгораживаются от света. Ну, то есть, неверующие люди это те, кто надевает такие солнцезащитные очки, а некоторые даже такие сварочные маски. Ну, или другая аналогия, связанная с электричеством. Бог как бы провел электричество в наш мир, но люди отрезали провода. Что некоторым образом характеризует людей этого мира, но никоим образом не характеризует Бога. Поэтому атеист, человек, закрывший глаза от яркого слепящего света. Ему этот свет неприятен, и он не знает, что с ним делать, и не желает в этом свете видеть мир таким, какой он есть. Но Бог просвещает всякого человека. И в этом есть такое глубокое обетование, что ни один человек не пойдет в ад просто потому, что он не знал ничего о Христе. Христос просветит всякого человека. Либо естественным образом через церковь, чтение, писание. Либо сверхъестественным образом через какое-то откровение от Духа Святого. Но Бог просвещает всякого человека. И собственно говоря, он для этого и родился в мир, как человек, чтобы просветить мир. Третье качество Бога, с которым мы здесь знакомимся, мы породнились с небесным родителем Богом. Пришел к своим, свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые от Бога родились. От человека родится человек, от Бога родится Бог. Поэтому обожение человеческой природы и Спасителя было одной из главных его целей. И Христос усвоил себе наше человечество в двух различных способах этого усвоения. Во-первых, природно, а во-вторых, относительно лично. И природное усвоение божества, человеческой природы, было невидимо для учеников до одного случая во время преображения. Во Христе единственное лишь не было греха. Он отличается от нас тем, что он безгрешен. И поэтому, для того, чтобы взять на себя наши грехи, он усваивает вот это повреждение человеческой природы относительно. То есть, он берет на себя наши грехи от нашего лица. Буквально, по мысли святых отцов, что значит относительное усвоение греха. Когда кто-то говорит или действует от чего-то лица. Ну, в нашей культуре есть такое понятие, действует по доверенности. Вот Христос сам не знает греха, написано, не знавшего греха, он сделал грехом вместо нас. Или написано, что Христос пострадал за нас плотью, праведник за неправедных. То есть, буквально, вместо неправедных, от лица неправедных. То есть, грехи наши он берет на себя не как часть своего естества, а как одежду или как доверенность. Все человечество в Рождество выписало Богу доверенность на право умереть от нашего имени за наши грехи. И Бог воспринял эту доверенность, этот смертный приговор, который был дан против нас. И, как апостол Павел говорит, он его пригвоздил ко кресту. И вот с тех пор, как он стал человеком, он дал власть верующим в него быть чадами божьими. То есть, мы теперь можем обоживаться. Мы можем становиться богами. Нашей человеческой природе будет дано божественное естество по его благодати. То есть, мы остаемся людьми по своей природе, но становимся богами по благодати его. Мы рождаемся от Бога в святом крещении. И далее идет путь нашего освящения, преображения в образ Христов. Поэтому Бог еще и наш родитель. Ну и, наконец, четвертое. Мы породнились с источником истины, славы, благодати истины и славы Богом. Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодать и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Мы знаем, что грехопадение наших прародителей имело четыре следствия, которые стали преградой между Богом и нами. Это грех, это проклятие за грех, это дьявол, который стал нашим господином. И это смерть, как отделение от Бога и вечные мучения. И вот Господь в своем человечестве был свободен от первородного греха и от личных грехов. И во Христе, как в своем начатке, человеческая природа теперь обретает безгрешность. Своей крестной жертвой Господь освобождает нас от проклятия. Затем, с ошествием в ад, Господь освобождает человека от тирании злых духов и от власти сатаны. И, наконец, воскресением своим Он освобождает нас от телесной смерти и дает нам право жить вечно, будучи богами по благодати. Таким образом являются в мир благодать, истина и слава. Что такое благодать? Чем наполнен Христос? В Ветхом Завете это очень простое слово. Оно звучит как хан, и чаще всего используется в значении благоволения. Ной обрел благодать в очах божьих, читаем мы. Или, если я обрел благодать в твоих глазах. Ну, то есть, если ты ко мне как-то благосклонно относишься. Но в Новом Завете слово Хрис употребляется в значениях, как в значениях вот такого благоволения, в смысле отношения между людьми, или благоволения в смысле отношения Бога к человеку. Но есть немало также свидетельств о том, что слово благодать означает полноту любви Божьей и милости Божьей, явленные в виде деятельной силы. Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. Потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Вот здесь Павел недвусмысленно называет благодать силой Божией, обитающей в нем. Благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Действенная сила. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, говорит сам Христос. И Павел вторит. Тружусь и подвязаю силой его, действующую во мне могущественно. Христос, написано, пленил плен и дал дары человекам. То есть дал нам благодатные дары Святого Духа. И поэтому во Христе теперь вот у нас есть благодать. У нас есть сила как для праведной жизни, так и для жизни, которая преображает жизнь окружающего нас мира. Во Христе мы породнились с источником также истины. Определение истины очень размыто часто у людей в голове. Философы определяют истину как согласие интеллекта с реальной вещью или соответствие ей. И Фома Аквинский в сумме теологии говорит, истина состоит в согласованности ума и вещи. Все слова, идеи и мысли во Христе соответствуют реальному положению вещей. Они все таковые как есть и как должны быть. То есть когда мы породнились с Богом, в нашей жизни должна быть искоренена всякая ложь. Потому что ложь это отклонение от реального положения вещей. Ложь это когда мы говорим то, чего нет, или то, чего быть не должно. Всякое отклонение от истины это ложь. Настоящий мир только в Боге. Этот мир очень испорчен и нуждается в корректировке. Поэтому иногда нам Божье повеление или Божий догмат иногда кажется нелепым, неправильным или как-то логически необоснованным. Но мы должны помнить, что Слово Божие это истина. Люди сегодня говорят, мы сами себе истинно, мы сами определяем, что хорошо, что плохо. И определяем это эволюционным путем. То есть как обществу удобнее выжить, так мы и живем. Но дело в том, что некоторые заповеди Божьи, они прямо противоречат принципу выживаемости. Например, там ударили тебя по одной щеке, подставь другую. Или возлюби врага твоего. То есть это все как-то противоречит способности общества выжить. Взяли у тебя верхнюю одежду и отдай рубашку и так далее. Иногда Божье повеление кажется нам неистинным, кривым, нелогичным. Но оно есть истина, а наше представление кривое и нелогичное. Я недавно читал про строительство Сталинской высотки на Красных Воротах. Вы все видели, это единственный из сталинских высоток, в здании которой прям есть выход из метро. Когда ее строили, проблема была в ужасной неустойчивости грунта в этом месте. Прямо под зданием на глубине 16 метров нужно было строить вестибюль метро. И на этом уровне были такие водонасыщенные плывунные грунты. Ну, естественно, сначала проводят там строительные работы, замораживают эти грунты. А потом эти грунты начинают оттаивать. И вот инженеры проводили сложнейшие расчеты, которые должны были ответить на вопрос. Что произойдет с грунтом после заморозки и потом, когда оно оттает. И ученые, инженеры выяснили, что здание на Красных Воротах нужно строить кривым. То есть оно должно под наклоном быть, как Пизанская башня. Вот если его вот так вот построить, то потом, когда грунт оттает, оно выровняется под собственным весом. И начали строить кривое косое здание. И КГБ засыпали жалобами со стороны бдительных граждан. Что вредители инженеры строят кривое здание. Сталинскую высоту кривую строят. Но и инженерам стоило немалых усилий отбиться от этих настойчивых, таких бдительных граждан. А потом, когда высотка была построена, через некоторое время она под своим весом действительно выровнялась. Сейчас стоит прямо. Невежде кажется, что здание косое. Оно сделано так, для того, чтобы стать прямым. Я когда прочитал эту историю, еще раз вспомнил древнюю истину. Дуракам полработы не показывают. Ну, это потому что, ну, действительно. И вот художник, который только начал картину, делает наброски. И показывает свою неоконченную работу другому художнику. Он ничем не рискует. Потому что художник знает всю технологию от начала до конца. И он мысленно весь процесс до конца уже, так сказать, ну, понимает. И он может восхититься глубиной замысла даже на начальной стадии работы. А невежда, он просто вообще ничего не поймет. Он скажет, что это за мазня? Что ты вообще такой? Нашел чем хвалиться. Вот, поэтому, так же и музыкант, когда пишет, там, партию, там, значит, ударных, может записать с басом и показать кому-то, что такое вообще. А ему вот интересно, как он проблему ритм-секции решил. Дуракам полработы не показывают. То есть, невежде нужно показать уже целую работу. Иначе он ничего не поймет. И вот я думаю, что Бог во Христе рискнул показать дуракам полработы. Бог показал нам истину, которая нам кажется иногда ерундой. Но пройдет время, и все выровняется, все встанет на свои места. Мы просто пока еще не способны охватить своим жалким умишкам глубину божественного замысла. Это касается всего того, что происходит непонятного в нашей жизни. Это касается всего того, что происходит драматичного или неприятного в нашей жизни. Мы еще пока косые. Мы еще полработы. Мы еще набросок. Но этот набросок в четком соответствии с истиной. И мы должны скоро выпрямиться. В этом смысле Богу нужно доверять. Поэтому мы породнились с источником благодати и истины. Ну и наконец славы. Как окончательного обожжения. Дарование полноты благ. Как садитель и зиждитель, пишет святитель Афанасий Великий, само слово Божие вочеловечилось, чтобы мы обожились. После искупительного подвига Христова обожжение уже доступно нам в земной жизни. Когда мы потихонечку исправляемся, приобщаясь к божеству во святом духе. Но в совершенстве это явится в грядущих веках. Апостол говорит, что в грядущих веках явится преизобильное в нас богатство благости Божьей. Все выправится. Все встанет на свои места. У нас для этого есть благодать как сила. У нас для этого есть истина как мирила, как отвес. И у нас есть цель, слава, образ Божий, преображение в образ Божий. Вот с кем породнились мы в Рождество. Вот о ком поем мы рождественские гимны. Вот кому мы представлены. Вот кто разбил свою палатку посреди нас. Знакомьтесь, наш Бог. Творец, просветитель, родитель, даятель благодати, истины и славы. Об этом мы с вами и будем молиться в молитве верных. Аминь.